Добро пожаловать! Мы находимся на центральной автобусной станции Тель-Авива. Здесь каждый день бывает несколько сотен тысяч людей. Самое такое людное место. Ну, можно. Честно говоря, заступили. Архитектор, который строил эту Захану, как один мой знакомый назвал его террористом архитектуры. Его зовут Рам Карми. И он еще построил Дизенгофф Сентер и третий терминал Бен-Гуриона. И что-то еще. Любое запутанное здание, если вы где-то встретите, то это и его строение. В частности, самое последнее, что он построил, это театр Габима. Новая реконструкция театра Габима. Я там еще не была, но, похоже, там тоже легко заблудиться. Вообще в Тахану Меркозит легко зайти. Выйти отсюда очень сложно. Значит, мы сейчас находимся в самом практически центре Тахану Меркозит. И вот этот Макдональдс, он находится в довольно удобном месте на пересечении всех внутренних дорог. И поэтому это самый старый эссек Тахану Меркозит. Здесь очень много поменялось, всевозможных магазинчиков и так далее. Но вот этот Макдональдс, он находится практически с самого открытия Тахану Меркозит в 93-м году. Хотя идея Тахану Меркозит появилась в середине 50-х годов, еще прошлого столетия. И начали строить ее в 1963-м, если я не ошибаюсь. В общем, строили ее в 26 лет. Самый длинный долгострой. И строили ее вот по проекту этого террориста, технической армии. Идея была очень-очень простая. Что нижний этаж – это автобусы внутри городского Дана, кооператива Дана. А верхний этаж – это автобусы межгородские Эгита. А посередине между Даном и Эгитом все транзитники должны были обязательно потеряться. Они должны были быстро пройти из одного автобуса в другой. Они должны были тут блуждать как можно дольше. И таким образом из них, на них можно было делать деньги. Через где-то полчаса, измученный ходьбою, пассажир уже видел, что нужно выпить свежевыжатого сока. Потом заплесить курасонем. Через час так и не найдя свой автобус. Он понимался, нужно купить новые ботинки. А через два часа он понимался, он окончательно опоздал на все автобусы. И вот это вот вся идея Тахану Меркозит. Здесь практически непонятно даже вокруг этажа. Здесь есть четвертая с половиной, четвертая с четвертью, минусторонняя, минусторонняя и так далее. Хотя всего этажей восемь Тахану Меркозит. Ну ладно, пошли гулять. Значит, сейчас мы практически уже подошли к отделу Таханы Меркозит, который такой богемный отдел Таханы. Здесь есть театры, здесь есть студии художников, здесь есть все возможные другие интересные вещи. Он может подойти поближе, посмотреть и театр один. Вот там театр коров, что значит близко. И такое впечатление, что мы находимся на улице. Тут даже вот этот фонарь, чисто такой улочный. Ночь, улица, фонарь, аптека. Но вместо аптеки театры. Я не была, но говорят, очень-очень интересный театр. Надо бы как-нибудь туда сходить. Таханы Меркозит. Дорогой мой Владимир Абрамович, Драгоценный мой Игорь Орлович, Как журчат и приятно ракочут Имена ваши в полости рта, Как совок по сентябрьскому Сочи, Как изгнанник по капищам очим, Так повал я соскучился очень. То есть до черта, то бишь, до черта. Придо мною то США, то Канада, А надо мною московское лето. Глава моя в тягостном дыме От того и того и того. Но как важно, как нужно, как надо Соображать, что вы бродите где-то В белокаменном Иерусалиме По бессмертной брусчатке его. Мы еще находимся, кажется, на пятом этаже. А может, нет, да, на пятом этаже. Здесь несколько дней назад был фестиваль «Пензима». Сейчас там закрыто. «Пензимы», как я поняла, это магазин фанов. То есть есть фаны, которые, как это сказать, Любители чего-то, фанатеют, да. И они делают вручную всякие штучки. То есть это детское творчество Руками взрослых людей. Руками взрослых людей. Руками взрослых людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И никогда не было никакого фильма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...